Из-за его миграционной политики во многом. Это мне не совсем нравится. Я считаю, что Европа должна оставаться европейской, самобытной. Но, опять же, если выбирать из двух сол, то я, наверное, проголосую на референдуме за Европейский Союз. Однозначно, да. С этой иммигрантской политикой я в этом плане отстаю. У меня нет такого четкого мнения, потому что то, что я вижу в роликах, мне не нравится. То, что думает делать Европа с ними, я не знаю. Я же не живу в Европе. Я знаю, что здесь иммигранты интегрируются. В Америке много места, и они умеют смешиваться. Вы понимаете, что Америка это немножко другая ситуация. Да, поэтому я говорю, я не могу. У меня нет мнения точного насчет Европы. Я не делаю роликов на эту тему. Да. Я вас услышала. Я бы тоже была этим озадачена. Я как бы у меня по Европе есть позиция. У меня многих спектр взглядов связанных с Европой. Я европейский националист. Ну, это хорошо. Я пан-европейст, я считаю. Вы пан-европейст. Это какая прелесть. Я за объединение всех европейских народов. Я считаю, у нас у всех есть какой-то общий такой культурный пласт, под которым нам стоит объединяться. Всем европейцам. Слушай, ну мне и азиаты нравятся, честно говоря. Я сейчас узнаю много про казахов, Золотую Орду. Это очень круто. Казахстан очень сильно помогает Украине. Если так подумайте, Украина, Южная Корея, Германия, Тайвань, США – это все объединено одной единой западной цивилизацией. Да. Вне каких-то географических ограничений. То есть, это, де-факто, Япония, она ближе к западу, чем Россия культурная. Да, да, опять же, да. Ну, это благодаря Америке. Благодаря того, что после Второй мировой войны Америка дала вот именно это направление. Ну, Япония очень крутая в любом случае. Она же жила как-то до Америки, правда, и до Второй мировой войны. И до Первой мировой войны жила же как-то. Ну, насколько мне известна Япония до того, как были под американцами, были достаточно агрессивным империалистическим государством. И, как бы, по факту, вот такой вот светущей демократией они стали только после того, как на них приятели. Да, демократии там не пахло, да, я знаю, да. Демократии не пахло. То есть, китайцев геноцидили, филиппинцев геноцидили. Это все, как бы, грустно. Жестко, да, жестко. Да. Но в чем суть, что, по факту, есть вот определенная западная цивилизация, которая, ну, можно сказать, возглавляет США. И во многом вот сейчас в Восточной Европе, в Украине, мне кажется, идет, по факту, битва за эту цивилизацию. Потому что это не просто, по факту, противостояние двух государств, это противостояние просто двух абсолютно разных взглядов на мир. Такой восточной деспотии и западного свободомыслия. Я не знаю. У меня муж моей сестры, украинец, долгое время был за Россию. Долгое время он прям жена, восточные традиции, никакой Европы, там, дома, дети, все такое. Мы даже с ним поссорились над тем, потому что я живу в Америке, и русизм в нем мне был очень неприятен. Я, наоборот, сестру тянула в сторону Америки, Европы, свободы, феминизм, все такое. Ну, вот пришел Путин. Как вы думаете, где мой брат? В Канаде. Он ненавидел Канаду, да. Он ненавидел Канаду, Европу, Америку. Там такими словами покрывал эти страны. Я говорю, ты хоть приедь, посмотри. Ну, ты даже не понимаешь. Ну, то есть ты его зря плюешься, там все хорошо. Вот, вот 20, там, не знаю, может быть, там, может, 16 марта он уже был в Канаде. У них очень много детей. Вот, то есть... Ну, это как бы не удивительно. Но мне так противно, что вот он переобулся прям в воздухе. Ху-у-у-ек. И он даже сказал, что он не собирается... Он даже в Украину не собирается. Он теперь будет в Канаде жить. Он теперь будет жить только в Канаде. Я бы тоже больше хотел бы любить Россию в Канаде, чем в России, если честно. Я думаю, что он не любит. Не-не-не, я думаю, что Украина... Я не знаю, что он про Украину, потому что я как бы... И после этого, я не знаю, но Россию он больше не любит. Россию он больше не любит. Я в тыл по рогу зашел. Да. Не знаю, вернется он в Украину, честно говоря, потому что сестра хочет возвращаться обратно. И как бы очень любит, скучает. Вот, но он со своими восточными традициями, только вот никакого этого гея Европы ничего сидит, и ты оттуда его теперь не вытащишь. Я бы хотела подойти, прямо его там вытащить, как бабка за детку, детка за репку. Ну, я не хочу с сестрой ругаться. Ну, вообще, вот даже заходил к вам, по-моему, на эфир недавно, такой патриот России, который не хочет покидать Германию. То есть Германия, это у них одна из самых любимых стран, либо Германия, либо Израиль, который главный союзник США на Ближнем Востоке. И в России они не очень хотят сидеть. Скажи, а у вас на аватарке что-то такое красивое? Это что такое? А что красивое? Ну, портрет какого-то молодого человека. А, это чилийский государственный деятель, это Аугусто Пиночет. Я, конечно, осуждаю некоторые диктаторские методы, но в целом, исходя из моего общего антикоммунизма, я считаю, что репрессировать коммунизм в рамках той исторической контекста, которой был, а именно то, что СССР и коммунисты Чили расшатывали, а он по факту рыночными реформами смог сделать ее одну из самых успешных стран Латинской Америки. В целом, репрессировать коммуниста в таком контексте – это благое дельце. Я вообще в захвате от вас. Скажите, а вы какие языки знаете? Румынский знаете? Румынский. Ну, так, немного, то есть я учусь в Урби, Дар, Кугрещеля. Я, как бы, еще изучаю лимбалистат. А какие еще знаете? Английский? Английский, ну, как бы, само собой. Да вы что? Украинский здесь еще знаю, пробовал польский. Шикарно. Ну, у вас хорошее будущее, Александр. Я прям вижу у вас какие-то… То ли дипломатом вы станете, то ли какими-то депутатами, я не знаю. Я немножко разочарован в том, что в Молдове нет вот именно тех политических сил, которые меня бы устраивали, поэтому вполне было бы неплохо, если бы, ну, президентом становились бы такие люди, как я, такие люди, которые… Ну, так станьте! Ну, так станьте! Через сколько лет вы сможете стать президентом, если останетесь? Насколько я знаю, вроде можно стать президентом через 35-40 лет, так что у меня еще есть время всему научиться. Подождите, в 35 лет? Или через 35? Либо в 35-40 я, к сожалению, еще не изучал. Ну, то есть еще лет 15, да? Надо ждать. Ну, так это же хорошо. Вы за это время получите три образования, да? Почему нет? Папа, посетите 15 стран, почему нет? Будете иметь жену красивую, двое детей, и почему нет? Да, и все, и пойдете на президентство. Да-да. Как бы… И если я успею, если там Россия не нападет, не дай Боже, к этому моменту, то все. Как она всем на это нас напиздила? Представляете, просыпаемся утром, и России нет на карте, вообще никак. Вот Боженька пришел, и чудесной ладушкой забрал это все квази-государство, и Молдова живет спокойно, и Украина живет, и Казахстан, и Беларусь, все мечтают, чтобы это все, вот это все говно… Ну, скажем так, я не вот не придерживаюсь вот такой радикальной русофобии, что России вообще не должно быть, я поддерживаю там Легион Свободы России, Русский Добровольческий Корпус, батальон Сибирь, вот эти вот, это же тоже россияне, но это россияне… Я же их не уничтожил, я сказал, они с Боженькой, я не знаю, может быть, как-то они переформировались, как-то, я не знаю, но чтобы они больше не волновали мир. То есть, я искренне надеюсь, что ребята из РДК, из Русского Добровольческого Корпуса, совместно с чуваками, с ребятами из Легиона, на танках заедут в Москву, у них как раз вот, насколько я знаю, именно вот этот план, что они сейчас отобьют Украину, до границы 99-го года, я слежу за ними, да. А потом пойдут, да, чужие, на Кремль. Я за ними слежу, да, я призываю россиян либо вступать в полк РДК, либо донатить все свои там, не на зубы откладывать, а на РДК, потому что это их единственная, ну, единственная возможность поменять Путина, потому что они… Единственная проблема, что даже, поскольку мне известно, даже в этих вооруженных группировках нет единства, потому что у Легиона Свободы России, у РДК на самом деле достаточно напряженный…